Минкомсвязь России Минкомсвязь России Минкомсвязь России другая фокус-группа по электронным валютам, включая криптовалюты, она называется вот таким вот образом. Соответственно, что такое фокус-группа? Это объединение экспертов, которые готовят подробный, осмысленный доклад, который в дальнейшем используется организациями по стандартизации для определения направления работы. Мне очень хотелось бы пригласить, во-первых, докладчиков, как явные источники, серьезные источники информации, и других всех, кто желает принять участие в работе этих фокус-групп, каким-то образом заявиться. Мы будем продвигать российских участников в эти фокус-группы и надеяться, что они там принесут большую пользу, поскольку знания у нас есть, они у нас как-то сконцентрированы, их надо тоже выносить на международную арену, и в этом плане мы достаточно хорошо кооперируемся с деятельностью ВАИСО, которое ведут представители ТК-26, потому что, собственно, деятельность технического комитета 307 и исследовательская группа 17, она во многом будет проходить совместно. Сейчас произошел некий такой обмен заявлениями о взаимном сотрудничестве между этими двумя организациями, то есть это не какая-то конкуренция, мы просто будем работать с двух различных направлений. АИСО будет разрабатывать стандарты общего вида, а мы будем смотреть применение их к связи, где, опять же, имеются все предпосылки для того, чтобы широко использовать, с одной стороны, а с другой стороны, связь, вот сети, они являются необходимым условием существования вот этих конструкций, типа блокчейн и биткоин, и требования к сетям и взаимодействия с сетями, как здесь уже указывалось, практически не исследованы. И здесь еще одно направление работы, которое вот именно в рамках Международного союза электросвязи можно эффективно разрабатывать и эффективно разрабатывать рекомендации, например, того, о каким требованиям должны удовлетворять сети, чтобы в них эффективно работали структуры типа блокчейн. Ну вот на этом короткое свое выступление хочу закончить. Спасибо. Спасибо большое. А, еще есть два. Ну, давайте, да. Александр Чапурнов, который действительно блестяще рассказал о текущей деятельности, причем не только со стороны, но и изнутри, как один из авторов важнейших работ, хотелось бы, так сказать, вопрос адресовать, наверное, в первую очередь Александру, какие задачи, вот не в области теории игр, теории определенных сетей, а именно в части криптографии, какие задачи являются, на ваш взгляд, наиболее актуальными, потому что, в принципе, здесь вопрос защиты информации выходит довольно сильно за пределы криптографии в целом, и зачастую те работы, которые вы цитировали, связаны с формальными моделями построения сетей, с теорией игры даже, может быть, вот что в части именно криптозащиты? Сейчас представляет, на ваш взгляд, важность, ценность в части исследования, и куда можно здесь смотреть? Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Ну, очень много можно сделать. В частности, опять же, несмотря на нашу начальную работу, очень много вопросов есть в построении аутентифицированных структур данных для решения проблем с масштабируемостью. Есть, опять же, очень конкретная практическая проблема, волнующая сейчас разработчиков биткоина, это эффективные схемы подписей, потому что EC, DSA, их не устраивает, в том числе по соображениям производительности. А если брать более высокоруневые вещи, то с той же, допустим, анонимизацией, все решения, которые есть, они до сих пор не очень практичны, даже в Zcash, при том, что у нас этот результат самый лучший, бога, в плане времени затрачен на валидацию, там порядка 5 миллисекунд, но даже это не очень практично, даже не говоря о том, что схема асимметрична, то есть, может, время проверки доказательства 5 миллисекунд, но валидация, она для обычного ноутбука не очень подходит, там нужно иметь 4 или 8 гигабайт памяти, и несколько минут там, соответственно, подписывать вашу транзакцию, генерировать доказательства. Ну, то же самое у манера, то же самое и с сокрытием значений в транзакциях, так называемые confidential transactions, вариант анонимизации, то есть все пока что есть, оно непрактично, вообще большой вопрос, можно ли какой-то добиться практичной схемы. Те ошибки, которые были, скажем, в том же манеру с использованием кольцевых подписей с кривыми с кафактором 4 без учета кафактора, собственно, говорят о том, что, наверное, не так плотно привлекаются, мягко говоря, криптографии к вопросам данным, ну, собственно, как вы видите, с какой стороны и в каких группах, в частности, в России можно эти самодействия наладить? Ну, в частности, вот, возглавляемая маршалка Григорием, рабочая группа по блокчейн в рамках ТК, кажется ли вам, что это уместное место, чтобы такие дискуссии именно в приложении криптографии вести и продолжать? Честно говоря, не знаю про ТК-26, особо ничего, поэтому, может, Григорий ответит. Да нет, мы всегда задались за любую движуху, это как бы проблем нет. Вот, ты сам, ну, может быть, да, сейчас вы тоже ответите. То есть вопрос, у вас все-таки вы в сторону больше функциональной, да, то есть не устраивает именно функциональные характеристики существующих криптопримитивов? Или есть то, что называется, как бы, криптографические функционалы, или нужны новые примитивы, да, которые обладают какими-то новыми, вот, позволяют решать новые криптографические задачи? Я хочу небольшой комментарий, как раз ровно к этому относящийся сделать. Вот мы, Саша же упоминал работу «Improving Authenticated Dynamic Dictionaries». Я тоже соавтор этой работы. Собственно, модель вот двух, это упаде, как с двумя участниками для аутентифицированных структур данных была известна достаточно давно. И, ну, как лет 10. Когда мы начали их изучать, мы посмотрели существующую структуру, увеличили, что вот ученые, скажем так, дошли до состояния, когда размер доказательства является логарифмом от размера всей структуры. Достаточно очевидная вещь, что это лучшая возможная структура. На коэффициент перед логарифмом они, ну, как бы, как правило, никто внимания не обращал. Вот, с практической точки зрения мы смогли уменьшить размер доказательства раза в четыре после этого. Это очень принципиальный момент уже с точки зрения практичности, с точки зрения удобства использования. И тут я, вот, опять-таки продолжаю вопрос к вызову криптографам. Может быть, напомню про вчерашний доклад Жан Филиппа Амасона, который говорил про то, чтобы делать это просто и делать это удобно для пользователей. То есть часто ученые останавливаются на каком-то моменте, который им интересен. Нам интересно дойти до логарифмического размера доказательства. После этого мы на это забиваем. В принципе, есть очень большая еще доля исследований, как сделать блокчейн удобным для использования. Саша тоже говорил, что там 200 гигабайт данных в биткоина загружать в телефон невозможно. Можно построить протоколы, я в этом не сомневаюсь, какие-то уже есть, какие-то есть в зачаточном состоянии. Как делать это эффективно, чтобы полные ноды на компьютерах создавали доказательства, которые потом проверяются на телефоне и так далее. То есть удобство использования это тоже уже часть криптографии. Это не только безопасность, но и сделать не только безопасный протокол, но и безопасный, эффективный и удобный для конечного пользователя протокол. Да, я позволю ответить на вопрос, может быть, прямо. Но с точки зрения примитивов, да, тоже есть много открытых вопросов, которые до появления криптовалют особо на практике и не были, наверное, актуальны. Например, вопрос с подписями безопасными в модели SUF CMA, Strongly Unfoldable Choosing Message Tag, безопасные подписи. То есть до появления биткоина, ну, были всякие академические работы, на практике мне как-то схем подписи неизвестно. В биткоине все это вылилось в ту проблему, что можно там получить вторую транзакцию из первой, да, как бы меняя подпись, ну, для того же сообщения. И были совершенно практические атаки с миллионой в долларах кражи из бирж и всем прочим. Вот, если удалось бы получить, допустим, практическую схему, да, SUF CMA безопасную, то это бы было хорошо. Ну, если это, конечно, возможно. Опять же, в плане примитивов, когда вот мы разрабатывали деревья, мы проводили сравнение там различных кэш-функций, да, популярных, да, там, СЧ-256, СЧ-3, Блэйк-2, то есть использование Блэйк-2, допустим, вот как раз вот Жанна Филиппа со товарищем, дает там увеличение производительности на несколько десятков процентов, там, ну, в зависимости еще от того, как скомпилировать код, то есть Блэйк-2, допустим, может давать преимущество там для определенных архитектур, весьма существенно, и на самом деле на практике это может быть не так мало, когда приходится перебирать уже миллиарды хэшей, да, допустим, при валидации всего блокчейна сначала, то здесь уже разница во время может быть существенная, то есть в часы на валидацию всего блокчейна, ну и так далее, то есть к примитивам тоже, наверное, вопросы есть определенные. Ну, разработки примитива, вернее всего, все же это будет время заниматься, честно, больше, чем, возможно, у нас есть для безопасного внедрения, получения систем в России, в частности. Наверное, скорее было бы важно, возможно, в контакте с вами как раз получить спектр тех актуальных вопросов безопасности, в частности, в части криптографии, которые требуются для того, чтобы хотя бы в каких-то наборах сценариев нам описать те модели систем, в которых мы можем получить обоснование стойкости, которые мы можем так или иначе продвигать в области как централизации, так и реального применения. Ну, здесь опять же теперь вопрос с моей стороны, то есть про доказательство стойкости, ведь все-таки, ну, если примитивы стойки, нам это не о многом говорит, да нам же нужно иметь стойкий протокол, как я постарался сказать в лекции, протоколы очень нетривиальные, как они себя ведут, нам зачастую неизвестно, зачастую вообще проблема в том, чтобы сформулировать задачу, да, то есть если мы хотим иметь безопасный протокол, то что это значит, то есть сама формулировка задачи до сих пор, к сожалению, не очень ясна. Собственно, вот здесь вот как раз без помощи целистов, таких как вы, и не обойтись. Спасибо. Немножко добавлю, то есть общие более слова скажу, что мне кажется, что проблема блокчейн-технологии, это масштабируемость в первую очередь, да, и она как раз должна решаться в долгосрочной перспективе через более эффективные криптографические примитивы, что в принципе сейчас начинает происходить, вот работы Саши, Димы, по аутентифицированным структурам данных, они позволяют масштабировать state, то есть состояние системы, то есть сделать его более эффективным, не нужно хранить весь state, нужно хранить только определенную его часть, другие разработки есть, можно такие разработки выделить со смешным названием Mimble-Wimble, такая история, когда вы state, система аутентифицируете, не историю транзакции, а сам state, то есть там уже достаточно серьезная криптография, мне кажется, что вообще развитие облачения технологий пойдет в сторону более эффективного использования криптографии, и в том числе и уже в отдаленной перспективе в области консенсус алгоритмов, там уже будут они более криптографичные, так скажем, и более эффективные поэтому, поэтому здесь, мне кажется, за криптографией здесь решающее слово, и просто куда это пойдет, зависит от криптографов в первую очередь. Спасибо. Сергей Николаевич, вы что-то хотели сказать? Добрый день, уважаемые коллеги, я, как и Василий Долматов, наверное, представлю такое более вобщенные данные. Значит, Центральный банк в конце прошлого года выступил организатором ассоциации, называется она Ассоциация развития финансовых технологий, ассоциация финтех. Значит, он, кстати, сейчас есть, значит, учредителем выступил Центральный банк, вошли, там, Сбербанк, ВТБ, Киви, там порядка восьми организаций. Первого числа в рамках, ну, вспоминая Репина, да, раз мы здесь, первого июня в ассоциацию вошел Внешэкономбанк. Ассоциация, целью работы ассоциации, одной из целей работы ассоциации является в том числе развитие блокчейна в России. Для того, чтобы применять вопросы, ну, Россия есть Россия, да, мы не можем в соответствии с нормативами, особенно в государственных структурах, в банковской сфере применять криптографию импортную, нам надо применять криптографию отечественную. Для того, чтобы применять отечественную криптографию, с подачи Центрального банка была проведена встреча представителей ассоциации и разработчиков криптографии отечественной. Вот, пригласили данные две организации разработчиков СКЗИ к работе, к партнерским отношениям с этой ассоциацией для дальнейшей возможности именно применения и разработки криптографии технологии блокчейн. Значит, в настоящее время Центральный банк в рамках своих работ провел научно-исследовательскую работу, это 15-й год, и сейчас разрабатывает программное обеспечение, подрядная организация по заказу Центрального банка разрабатывает программное обеспечение по технологии блокчейна. Значит, ну что хочется еще добавить, вот те организации, которые занимаются академией, формируемая академия блокчейна, вы понимаете, вот больше работать с этой ассоциацией, потому что все-таки финансовые возможности ассоциации, с участием Центрального банка, который определенные финансы тоже выделяет на эти технологии, Сбербанк, ВТБ, значит, конечно, значительно выше, чем, скажем, той же самой академии. Хорошо, спасибо большое. И тогда, может быть, сразу вопрос в развитии, ну, если мы уже поговорили о криптографии, там в целом безопасности, вот если подняться на уровень, ну, из доклада, Саша, понятно, что ничего не понятно, но все-таки, вот может ли каждый из вас сформулировать себя в каком-то виде, что такое безопасный блокчейн, в чем вы полностью уверены, в какой модели нарушителей уверены, на самом деле, то есть, понятное дело, что область безопасности, она такая специфическая, если мы что-то не понимаем, но мы что-то там ограничиваем, что-то запрещаем, ну, вот можно ли сейчас на каком-то уровне понимания, вот подвести черту, и что такое безопасный блокчейн, какой он должен выглядеть. Можно от такого что-то да. Вот в целом интересно услышать мнение экспертов столь авторитетных, а если скажем, будем разрабатывать, работать над, скажем, единой какой-то моделью безопасности блокчейна, да, вообще насколько она на практике будет применима, то есть вот где истина, то есть надо индивидуально каждый случай рассматривать, или какая-то как, скажем, в случае с электронным голосованием, там существует определенная теория, да, и напрашивается аналогия, да, то есть электронное голосование не совсем криптография, но там, безусловно, используются криптографические механизмы, и там применимы, скажем так, методы математические, похожие на те, что используются к криптографии. Если позволите, я дополню даже немножко еще вопрос, потому что те обсуждения, которые были... Не, Максим, а тебе нужен ответ. На полях ТК-26, поскольку публика там собралась, там не вся была техническая, более академическая, да, было много гуманитария, то в общем-то в мировом сообществе вообще не уверены, что требование безопасности в блокчейне, да, и криптографии в частности, оно является как бы вот жизненно важным, да, то есть потенциально народ предполагает, что возможно технология блокчейна может быть полезна и без серьезной криптографии. Вот, поэтому как бы немножко странно звучит в нашей среде, но тем не менее насколько требование по безопасности к блокчейну является жизненно необходимым и важным, да. А что такое непосредственно безопасность блокчейна, наверное, без сценариев применения и без той вот отрасли, которую, наверное, трудно составить. Да, одно дело, это финансовый сектор, где люди рискуют там серьезными деньгами, да, при проведении транзакций, да, другое дело это какая-нибудь там условно там цепочка поставки молока от фермы в магазин, да, тут, наверное, все-таки имеется смысл рассматривать в том числе и сценарии или направления по крайней мере вот классифицировать блокчейны по тем отраслям и по тем областям, где они будут применимы, либо даже не по отраслям, а по той стоимости объектов, которые будут записываться в реестр и по той ценности, которую они представляют для жизни, для вот общества, которые вопрос безопасности здесь очень интересный и он как бы затрагивает более общие вопросы, что сейчас происходит с блокчейном, надо понимать, что вы можете в принципе сделать вполне безопасную закрытую блокчейн-сеть, да, то есть то, что сейчас делают банки это так называемые permissioned блокчейны, то есть администрируемые и они вполне безопасны, там в принципе можно получить некие гарантии, наверное там имитибилити, но они не являются блокчейнами по сути, потому что блокчейн-технология это технология открытых систем и смысл ее в том, чтобы система открытая могла прийти к консенсусу, да, то есть есть как бы так называемые атаки сивилы и блокчейн-технология их решает по сути, поэтому то, что сейчас происходит в области закрытых систем, оно немножко как бы изначально там есть некая бомба под этим всем, то есть это немножко не блокчейны, хотя они могут быть сделаны безопасными, но я думаю многие присутствующие знают, что алгоритмы консенсуса были и до блокчейна и были там PBFT разнообразные, все можно было сделать, банковские системы можно было сделать на PBFT, просто блокчейн дал новый толчок банкам что-то делать, но это не значит, что он им реально нужен в тех вот системах, которые они сейчас делают, поэтому с нашей точки зрения, с моей хорошо точки зрения, но я думаю, как бы коллеги мне присоединятся, все-таки будущее за открытым блокчейном и он бесспорно небезопасен сейчас и надо понимать, что наверное нет пока той технологии, она еще не возникла, которая сделает его безопасным и здесь именно какие-то новые криптографические решения нужны, которых мы еще не знаем на самом деле, поэтому с моей точки зрения это все-таки горизонт 5-10 лет минимум, когда мы скажем, что вот этот открытый блокчейн может использоваться госорганами, например, а может и такого и не быть даже на самом деле, но здесь именно мяч на стороне скорее криптографов и ученых, то есть это именно уже действительно нужны какие-то новые ходы, первый шаг был сделан, это биткоин, это блокчейн, это первый распределенный реестр, который был запущен, но теперь нужны уже следующие ходы, то есть это как бы паровой двигатель, сейчас нужна машина внутреннего сгорания, так скажем. Еще какие-нибудь, может быть, можно я комментарий сделаю, мне понравилось выражение эксперта, что для применения в госорганах потребуется еще лет 5-10, значит, руководство Центрального банка Ольга Николаевна Скорбогатова поднимает вопрос применения новых технологий в Банке России в ближайшие 2-3 года, Поэтому вот почему Банк России там выступил созданием ассоциации финтех, там работы сейчас проводят, да, задачи стоят очень должны в быстрой реализации, хотя в действительности, конечно, идет замедление, для того, чтобы ускорить внедрение технологии блокчейн, значит, в настоящее время рассматриваются, в принципе, два основных направления, это применение при работе с ценными бумагами, а их практически физические лица и юридические лица с ними работают, и после того, как Центральный банк стал мегарегулятором, и это находится под контролем нашего ведомства, какие-то рекомендации, стандарты в этом отношении мы даем, и второй большой разговаривали мы с сотрудниками Росреестра, это работа с недвижимостью, когда сейчас свидетельства, в том числе уходят, ушли они от выдачи бумажных свидетельств о собственности, переходят на электронные, вот это большое поле деятельности, поэтому в принципе госорганы заинтересованы именно в технологии распределенных реестров, поэтому 2-3 года, ну 4-5, но не 5-10. У нас как всегда эксперты от блокчейна гораздо более консервативны, традиционно. я тоже еще на самом деле хочу уже поднимается все больше вопросов, попробую начать с исходного вопроса, который был поставлен, что мы считаем безопасным блокчейном, я вот чем больше работаю с блокчейном, года два последних плотно этим занимаюсь, тем чаще в принципе наверное возвращаюсь к исходной статье биткоина как к некой системе, к которой мы должны стремиться, там можно это рассматривать примерно таким образом, это распределенная система, которая работает и безопасна до тех пор, пока большинство ее пользователей честны, пока противник контролирует меньше 50% какого-то ресурса в случае биткоина это вычислительная мощность. В принципе для биткоина может быть тоже немножко возвращаясь к теме про убли секюр протоколов для биткоина есть доказательства в рамках определенной модели, что она этим требованием удовлетворяет, это действительно 50% мощности, если понижать требования не просто так с точки зрения сетевых протоколов отлично мы заслужили выступление, если понижать требования к сети, если требовать, что она несинхронная или подразумевать, что есть вообще какая-то сила, которая может произвольно задерживать любые сообщения на любой срок, есть доказательства обратного, что если есть сила, которая контролирует полностью сеть, то мощность, необходимая атакующему, стремится к нулю, есть другие атаки, в принципе, больше теоретически, например, в биткоине еще переменное число участников, если учитывать, модель, которая доказывает 50%, она подразумевает постоянное число участников, если учитывать, что участники присоединяются и отсоединяются, то тоже можно построить атаку больше теоретическую, которая подразумевает атакующие мощности и стремящиеся к нулю, правда, время атаки стремится к бесконечности, тут вопрос практической модели очень серьезно стоит, какую реально модель выбрать, какая модель интересна с практической точки зрения. По поводу, может быть, немножко про госорганы и модель. Вот буквально недавно проходила в Москве Genesis Conference, конференция, посвященная блокчейну. Там выступал из открытия банка Алексей Благерев. Про мастер-чейн, как раз систему, которую реализуют наши банки для межбанковского взаимодействия на блокчейне. И я его спросил про модель безопасности, которая подразумевается в white paper мастер-чейна. Модель безопасности там подразумевает, что все участники сети честны и никто никого атаковать не пытается. Зачем там нужен блокчейн, честно говоря, до конца я не понял. Потому что на самом деле блокчейн добавляет очень много лишних действий и нагрузок, именно чтобы от этого защититься. Если мы подразумеваем, что все участники сети честны или какой-то небольшой из них процент, то можно гораздо более простыми способами это решить. Вот в такой постановке вопроса на самом деле и в ближайшие 2-3 года не проблема, мне кажется, внедрить это в банки как задача центробанка. Но требования к безопасности, безусловно, нужно повышать все выше и выше и стремиться к цифрам в 50%. Это, понятно, верхний предел. Спасибо. Теперь уже в порядке дискуссии. Как я понимаю, основной такой всплеск интереса со стороны центробанка к происходящему возник из высказывания Александра, что блокчейн, который не опен, он на самом деле не блокчейн. Я, конечно, понимаю его евангелизм и желание продвинуть открытые системы, мне они тоже очень нравятся, но немножко не так. Блокчейн, он всегда блокчейн. И permissionless blockchain это такой же хороший, настоящий, полноценный блокчейн. У него другие задачи. И в этом плане как раз задачи центробанка, и вот то, о чем говорил Дмитрий, они решаются именно в рамках permissionless blockchain на уровне тех же самых двух-трех лет. Вполне решаются. Другое дело, что вот задачи постановки открытого блокчейна, а тут возникает вопрос, а они банкам-то зачем? На уровне межбанка они зачем? И дальше второй вопрос, который Дмитрий поднял. А вообще зачем блокчейн в этих конструкциях? Сейчас вот опять же, ну скажем так, местами истерический интерес, который мне напоминает то высокотемпературную сверхпроводимость, то нанотехнологии, которые запихивали. А больше всего мне нравится пример, что в свое время, когда открыли рентгеновские лучи, одно из великолепных применений, которые пытались делать, это использовать их для примерки обуви. Были даже специальные такие механизмы, которые позволяли рентгеновскими лучами просветить, как нога сидит в ботинке и понять, что же не так. Вот сейчас ситуация, что блокчейн пытаются применить, как примерно тогда рентгеновские лучи. Я сильно надеюсь, что в течение примерно года вот этот вот истерический интерес спадет, и мы начнем точно понимать, где и зачем мы хотим применять блокчейн. И какой блокчейн. То есть какой мы с этого будем получать профит. И денежный, и технологический, ну и любой другой. Профит развития. Потому что применение блокчейна ради блокчейна, ну это на самом деле waste of resources. Я бы хотел немножко вот, вы отвечать хотели, да? А, да, давайте. Да, да, я тоже хочу. Хорошо. Тогда уж. Вот, то есть, мне кажется, может быть имеет смысл разделить терминологию, отдельно говорить о распределенном реестре. Ну вот да. То есть о реплицируемом состоянии, которое нам хотелось бы достичь, и блокчейн, потому что, опять же, если среда закрыта, то есть более эффективные решения. Вот, а здесь вставил вопрос, зачем применять менее эффективное решение, если есть более эффективное. То есть, возможно, сначала взять некую модель распределенного реестра и уже идти от нужд, соответственно, распределенного реестра и смотреть, нужен ли нам блокчейн или для закрытой сети, скорее всего, опять же, нет. Ну, как бы, если речь зашла про бизнес, конечно, это не криптография. Здесь сразу можно много поговорить, все-таки мы про криптографию. Надо понимать, что сейчас, допустим, на экономическом форуме были недавно, который проходил, были такие заявления замечательные, сделанные про национальную криптовалюту. Это очень здорово, это как сам факт, что это было заявлено, это очень здорово. Но понятно, что пока конкретики никакой нет вообще. И тут надо немножко определиться, что кому нужно от блокчейна. То есть я не очень понимаю, зачем он нужен банкам. То есть, в принципе, он несколько противоречит их интересам. Они будут немножко сопротивляться. Возможно, нужен центробанку, и оно будет наслаждаться сверху. Это хорошо, наверное, да. Но самим банкам он не очень нужен. И мне кажется, не стоит пытаться делать такие системы общего пользования. Надо сосредоточиться на каких-то кейсах и запустить некие пилотные проекты в конкретных кейсах. Например, один из таких замечательных кейсов – это голосование. Я считаю, что система голосования, в принципе, реализуемая на блокчейне. Много очень разработок в этой области. Есть некие проблемы именно криптографические, связанные с анонимизацией голосования. Они, в принципе, понятны, как их решать. Они, по большому счету, еще не решены, но направление развития понятно. Если это сделать, то можно имплементировать на каком-то уровне муниципальных выборов, потом расширять их вплоть до выборов президента страны. И это реальный кейс, который может работать. Кейс, который сейчас развивается. Мастер-чейн, он немножко дженерик. То есть, там можно делать все, и с другой стороны ничего. То есть, мое мнение, я тоже достаточно много общаюсь с госорганами, нужно фокусироваться на каких-то конкретных кейсах, реализовывать их и уже от этого идти. Они стремятся делать сразу национальную криптовалюту. Как заявление, это очень здорово, прямо отлично. То есть, это легитимизирует всю нашу деятельность в рамках государства, так скажем. Мы понимаем, что, условно говоря, то, что заявляли, что за биткоин будет на 7 лет тюрьму сажать, наверное, уже не будут, и нам становится спокойнее немножко. Но, как бы, надо понимать, что надо конкретнее переходить, запускать пилотные проекты и уже от этого двигаться дальше. Вопрос следующий. Ладно, а учитывая то, что самая идея вообще биткоин, в принципе, централизованная анонимная система, как смена одной версии и другой происходит, если он не стоит, повериться. Потому что тогда, ну, и мне не нужно как-то административу, чтобы не пользоваться. Мы же не пользуемся. У меня вопрос. Да, это вопрос безумно сложный, и он уходит вообще. Рано или поздно все эти обсуждения переходят в область философии. Что считать децентрализацией, какое сообщество является децентрализованным, и как в децентрализованном сообществе мы можем производить некие изменения волевые. Вот, а если брать конкретно биткоин, то, соответственно, там стараются избегать каких-то волевых решений. Опять же, это очень сложная тема. Есть даже сейчас уже книги, посвященные политическим аспектам жизни биткоин-сообщества. То есть целые книги. То есть вопрос очень сложный. Ну, говоря технически, как можно больше стараются сделать при помощи так называемых софтфорков изменений. То есть это изменения, которые достаточно, то есть обновить программное обеспечение достаточно лишь майнерам. Вот это называется софтфорк, ну, критическому количеству майнеров. А пользователям не обязательно. Они могут жить на старой системе, просто они не будут понимать новых правил, но они этот момент опускают, потому что там есть некоторая свобода, заложенная изначально в протоколе. Ну, это очень, опять же, повторюсь, сложный вопрос, где технические детали, да, реализации переходят, соответственно, в управление, самоуправление сообществом. И рано или поздно все это уходит в область философии или, может, даже околорелигиозную. То есть здесь яркий пример это разделение блокчейна эфириума, когда, вот, может, знаете, был такой знаменитый там смарт-контракт Дао, который собрал 150 миллионов долларов инвестиций. Он оказался уязвимым, хакер успел своровать на 40 миллионов долларов, после чего Виталик Бутерин со товарища, ну, главные люди в эфиреуме сказали, что нет, мы транзакционную историю откатим, и после чего, соответственно, сообщество разделилось, потому что, ну, это такой религиозный аспект, да, для многих околорелигиозный, что нельзя менять то, что уже записано в блокчейн, там, волевым решением, там, Виталика Бутерина или, там, некой партии или кого угодно. Соответственно, в итоге мы теперь имеем два эфириума, один эфириум классик, второй эфириум от Виталика, вот, со товарищей. И, да, ну, это для, мне кажется, гуманитарных диссертаций каких-нибудь тема благодатная. Спасибо. На самом деле, может быть, Саша не до конца ответил на вопрос, как он исходно стоял. Технически в биткоине это реализовано голосование майнеров, и, собственно, в принципе, вся сеть децентрализованная подразумевает доверие большинству. Когда большинство майнеров переходит на новый софт, считается, что сеть биткоина перешла на новый софт. Спасибо. Опять же, то есть, сейчас есть и те изменения, которые пытаются провести без майнеров. Там, это последняя тема, user-activated soft fork или там. То есть, если сообщества договорятся, они, в принципе, могут уволить майнеров, но… Да, это тоже очень сложно в плане рассмотрения как технической возможности, потому что майнеры могут убить как бы новый блокчейн от пользователей, если они не поменяют алгоритм Proof of Work. Но, в принципе, есть такая возможность уволить майнеров. Хотя обычно все-таки мы считаем, что, да, большинство майнеров проводят изменения. Можно добавлю, здесь возникает, с моей точки зрения, главная проблема открытых блокчейн-систем. Что делает открытая блокчейн-система? Она поддерживает некий распределенный реестр. Да, например, в случае Этериума и Биткоина, это как бы некие балансы, ну, по сути, балансы, да, балансы пользователей. И, то есть, это некая система, которая поддерживает, условно говоря, баланс, ничего более. И что можно сделать? Можно запустить с теми же балансами другую систему. Да, и здесь уже никаких, нет ни криптографических, никаких механизмов этому противостоять. Что случилось с Этериумом? Был Этериум, в нем были некие балансы, некие деньги были в нем. И появился Этериум классик, к которому вы тоже имели доступ. Это фактически, как у вас лежат деньги в одном банке, потом через дорогу открывается другой банк неожиданно. И там у вас тоже есть счет, и там тоже лежат деньги. Это как бы действительно реальная проблема открытых блокчейн-систем. Она связана с тем, что они не являются только механизмами лишь технического консенсуса. Любая блокчейн-система, такая как Биткоин, Эфириум, любая, она является в первую очередь механизмом некого социального консенсуса и общественного договора. К сожалению, к счастью, я не знаю. И если там кто-то чем-то недоволен, они уходят в сторону и делают свое технологическое решение на тех же самых уже готовых, на том же самом реестре, с теми же самыми балансами. И тут действительно понятно, что эта проблема в рамках блокчейн-технологии, она не решается. Это проблема уже социального консенсуса. И действительно это то, что надо иметь в виду, когда мы говорим об открытых блокчейн-системах. Возможны форки, возможно то, что произошло с Эфириум классиком. И возможно даже произойдет с Биткоином, потому что уже некий Биткоин Unlimited, он запускался. Неудачно, правда, и слава богу. Но люди пытались это сделать уже просто перетянуть Биткоин-баланс в другую сеть. И вот у нас свой Биткоин, пожалуйста. Вот это большая проблема. А вот такой вопрос, если мы рассматриваем эволюцию функциональности этих блокчейн-по, приложений, вот как они, может быть даже проще на примере того же Биткоина, вот Биткоин в начале, Биткоин сейчас, но как оно вообще изменилось, в какую сторону идет, и куда он дальше может пойдет, ну так вот может быть какие-то идеи. Или на примере там других систем. В Биткоине, к сожалению, изменений весьма немного. С начальной версии все изменения были внесены в году в 2010-2011. То есть в 2011 Биткоин даже имел хардфорк, когда там злоумышленник нашел способ генерации денег из воздуха через переполнение типа данных. То есть из очень маленьких входов в транзакции было сгенерировано много миллиардов блокчейнов, а максимальная эмиссия вообще в теории там 21 миллион. В результате откатили назад версию истории и так далее. Но вот с тех пор, то есть допустим в 2011 в вике Биткоина был расписан план, чтобы нам хорошо сделать, чтобы решить проблемы с масштабируемостью и всем прочим. Этот план не реализован абсолютно. То есть там подписи шнора, там вот добавить заголовок блока как корневой хэш от баланса в системе, соответственно, о чем я говорил и так далее. Все это не было сделано и не будет сделано, скорее всего, потому что здесь опять же вопрос встает социально-политический. И любое изменение в биткоине, оно уже, видимо, вызовет слишком большой конфликт. То есть в биткоине идет уже с 2014 года или с конца 2013, даже гражданская война по поводу изменения вот одной константы размера блока. Вот и да, сейчас уже даже в последние месяцы речь идет о том, что в итоге биткоин возможно разделится. Есть центростремительные силы, которые стараются удержать все это, есть центробежные. Вот, то есть если говорить о технологии, то с биткоином уже ничего сделать нельзя. Если делать что-то более эффективное, масштабируемое, то только запускать новую систему. Понятно. А вот, может быть, немножко в продолжение, да, вот все-таки вот сейчас как бы вот биткоин, да, там, не помню, блокчейн, да, это все-таки в цифровом мире. Вот, а когда мы там вот начинаем говорить там о, например, применении там документа обороте, в регистрации прав, там у нас возникает проблема выхода во внешний мир. И там у нас опять стоит человек, от которого мы тут, грубо говоря, избавились с помощью криптоприметиров. Вот, существует ли понимание, как делать безопасное взаимодействие с открытым миром вообще? Я понимаю, что это некая такая тоже эзотерика, концептуальные вещи. Вот, как его присоединить вот к открытому миру, чтобы вывести за вот область чисто цифровых активов. Насколько я знаю, хороших решений подобной проблемы сейчас нет. Есть решение только через некое доверенное лицо, которое кладет какую-то информацию в блокчейн и подписывает. Ну, то есть, если мы хотим знать температуру воздуха в Москве, например, в блокчейне эфириума, там есть так называемые оракулы, которым все доверяют, он периодически эти данные кладет и пишет самостоятельно. Вот, децентрализованного пути, насколько я знаю, сейчас нет, и пока, к сожалению, никто не придумал. Ну, есть несколько работ касательно поставки внешних данных о том, как свести доверие от людей, допустим, к доверию железу, такому, как, допустим, Intel SGX процессор. То есть, в принципе, это можно сделать, но тогда вопрос переносится к доверию корпорации Intel. Вот, то есть, от доверия мы никуда не деваемся, нам надо из реального мира все равно данные как-то доставить в цифровой. Здесь есть вопрос к доверию поставщику, то есть, вот можно уменьшить доверие, если вопрос на самом деле уменьшить ли. То есть, если мы доверяем корпорации Intel больше, чем человеку, то можно уменьшить доверие. Также есть всякие федеративные системы, когда у нас есть, допустим, 10 участников, они смотрят у себя на градусники в Москве и вместе договариваются, какая погода в Москве каким-то образом. Ну, здесь, опять же, мы доверие от одного человека, переносим к доверию к некому кворуму из 10 человек. Каких-то более симпатичных решений с точки зрения криптографии пока неизвестно. Насколько я понимаю, такие системы, федеративные системы, очень тяжело доказать, что они безопасны в рамках криптографии. И тут, конечно, уже работает все на честном слове более-менее. И когда очень часто говорят про смарт-контракты, это такой базворд в каком-то бизнесе около блокчейновом комьюнити, смарт-контракты, смарт-контракты. Люди плохо понимают, что эта схема в конечном итоге упирается в своем применении уже в верификацию конкретными людьми. Это не есть некий код, который сам по себе работает. Единственный пример реально работающего смарт-контракта, который так нормально работал, это DAO, про который Саша упоминал, который он действительно хорошо работал, собрал 150 миллионов долларов. Поэтому это успех, конечно. Но это самый такой крутой пример. Он полностью был, вещь в себе полностью была. То есть он не зависел от каких-то внешних оракулов. Это просто был инвестиционный контракт, люди туда скидывали деньги, потом голосовали за проекты. Это очень крутой кейс на самом деле. Но с точки зрения применимости в реальном мире, здесь, если начинаете разбирать бизнес-модель, все упирается в конкретного человека, который нажмет конкретную кнопку. И здесь пока еще, наверное, надо понимать, что смарт-контракты относиться с золей скепсиса, к этой истории со смарт-контрактами. Она, возможно, себя проявит в дальнейшем с развитием интернета вещей и AI. Как сейчас она, в принципе, работает немножко, как бы, очень ограниченно. Спасибо. Ну, мы практически подошли к концу. Может быть, какие-то еще вопросы, выступления, обмен мнениями. Кто-то хочет? Да, вот. Грунтовича КБСАПРА. У меня такое впечатление, что блокчейн в настоящее время повторяет судьбу очень многих технологий. Ну, вот Василий уже приводил примеры рентгена. Раньше еще была картошка, которую, черт знает, как пытались пихать. Вот. Недавно у нас был ИОТ, по-моему, года два назад на Роскрипте обсуждали. А сейчас что-то как-то все затихло, и там начинает порядок какой-то наводиться. Так и здесь. Насколько я понимаю, есть некий биткоин, который существует и будет жить, потому что, ну, это вот идея, на которую налетели, что-то пытались сделать, и теперь непонятно, что сделали. Потому что сами не понимаем, что это такое, непонятно, безопасно ли это. И есть некие кейсы, которые пытаются использовать для своих целей идеи, которые там лежат. Замечательно, они будут выделены. Появится модель угроз, поскольку кейсы вполне определенные, да. Появится криптография, которая там необходима. Вот разговор о том, что тут нужна сильная криптография, бессмысленный, пока нет угроз. Угрозы не определены. Модели угроз, в общем, реально нет. Есть какие-то приближения. Не больше. Финансовый сектор даст нам такие кейсы и так далее. Тогда все как. И вот тут же Сэм и встанет, насколько мне кажется, на ноги. Можно прокомментируем? Мне кажется, немножко перебориться с Кепсисом мы, наверное, да. Потому что занимаемся этими технологиями каждый день и видим проблемы, наверное, и хочется говорить про проблемы. Но в какой-то другой аудитории я, например, больше говорю про то, что за этим будущее. И рисую там прекрасный новый мир, в который я, конечно же, верю. А почему? Потому что что такое блокчейн? Это, по сути дела, новая парадигма технологического развития. Насколько это пафосно не звучало, но это так. Потому что история технологии человечества, технологии развивались по определенному пути. 5-7 тысяч лет. Это был централизованный путь. У вас есть, условно говоря, голова и тело. То есть голова управляет телом. Это первая система, которая функционирует лет 7-8, децентрализованная, которая создала человечество. То есть это система, существующая объективно, вне нашего желания, по сути. И это реально смена, не же смена. Это просто вообще качественно новая парадигма технологического развития. И это уже никуда не уйдет, надо понимать. В той или иной мере она будет развиваться. Я думаю, она будет развиваться очень активно. И здесь есть проблемы, но нерешаемые. Потому что это очень такая вещь, как бы дисраптив. Она сравнима, не знаю, мне кажется, с моей точки зрения, это как бы где-то близко к изобретению электричества или колеса. Потому что это смена технологической парадигмы. И из-за этим может быть очень большое будущее. Никакая это не смена технологической парадигмы, прошу прощения. Все это было уже 5 тысяч лет назад, когда воля была централизована у Господа Бога. Потом Он создал мир и дал свободу воли людям. И обратите внимание, что все 5 тысяч лет, во-первых, Господь потерпел на этом кризис, достаточно глубокий. А во-вторых, люди все равно строят централизованные системы, государства и прочее. Извините. Первая децентрализованная. Первая децентрализованная система. Первая. Ну, я думаю, уже можно переносить вопросы обсуждения в кулуаре. В принципе, на самом деле, мне сегодняшняя дискуссия очень понравилась, потому что появилась какая-то подпитка с точки зрения как раз того, что я хотел услышать. Это задачи, проблемы, потому что мы занимаемся проблемами безопасности. И в отличие от многих конференций, на которых я участвовал, она для меня, как человек, занимающийся вопросами безопасности, была наиболее продуктивна. Поэтому я хотел бы поблагодарить наших участников. И надеюсь, что для тех, кто в рамках сети крипто, ТК-26 занимается научными исследованиями, это тоже послужит каким-то толчком и, возможно, к исследованиям, к новым разработкам. И, возможно, мы даже в следующем году увидим какие-то публикации, посвященные вопросам безопасности, вопросам применения криптографии. Можно даже сказать, чтобы никого не коробить, не блокчейн, а распределенных системах, децентрализованных. И, в общем, большое спасибо. Давайте поблагодарим. Спасибо.